Всем привет, с вами Прия. Не так давно мы рассматривали таблицу, по которой человек запланировал себе нафармить какое-то определенное количество голды за месяц и при этом прикладывая к своим усилиям всего лишь 2 или 3 или там 4 максимум часа в день. То есть это реально вполне, на прошлой таблице было все доказано, было все расписано и у людей в комментариях, у людей на стриме после этого видосика возникали вопросы, а что если заняться прокачкой с нуля? То есть, например, если рассмотреть прошлую ту таблицу, которую в июле человек еще заполнял, она производилась на 120 левеле, на максимальном текущий момент в Battle for Azeroth. А если, например, качать персонажа с нуля и вообще ничего не знать, например, и все такое прочее, на этой таблице все приведено, приведена конкретная конечная цифра, к которой автор приблизился за весь август, получается, фармя какие-то определенные вещи, ну а мы с ней ознакомимся. В самом начале данной таблицы предложено 8 пунктов, то есть по которым, получается, шел основной, так сказать, мотив этой таблицы. Первый. Цель этого задания смоделировать человека, который играет, планирует играть только в классике, но хочет платить за подписку голдой. То есть, например, мало кто хочет тратить на текущий момент 550 рублей в месяц, кому-то якобы проще нафармить голдишку. Ну, например, таким людям, да. И мы, так сказать, моделируем этого человека, рассмотрев эту табличку. Далее, второй пункт. Предполагаем, что этот игрок имеет только одного персонажа и не знаком с продвинутой тактикой получения золота. То есть, какие-либо там перекупки, работа с аукционом. Ну, то есть, человек, ну, просто впервые зашел в эту игру и решил нафармить голдишки с целью того, чтобы потом жетонами оплачивать себе подписку. То есть, почему бы и нет. Также моделируем такого человека. Третий пункт. Аукционный дом не флиппится. То есть, имеется в виду, не производится акт покупки предметов и перепродажи этих предметов по более высокой цене. То есть, как предмет стоит по какой-либо цене, мы там просто на одну медную меньше ставим и продаем. То есть, никакой перекупкой мы не занимаемся. То есть, третий пункт нам об этом говорит. Далее. Четвертый пункт. Не используем альтов для каких-либо профессий, хранения персонажей и прочего. То есть, альтернативных персонажей мы не используем. Фарм идет только на одном персонаже. Пятый пункт. Нету покупки и каких-либо предметов с аукциона, которые покупаются у НПС. То есть, например, люди зачастую не знают, где какой итем купить. Например, тоже обычное самое ледяное молоко или шахтерскую кирку и просто покупают ее с аукциона. Есть такие люди. И на аукционе, это ясное дело, всякие эти шахтерские кирки, они стоят дороже. Таким мы заниматься тоже не будем. Что рассказывает нам пятый пункт. Далее. Шестой пункт. Челлендж чарактер. То есть, персонаж испытуемого помещен в реалм с низким населением. Low population реалм. То есть, например, это будет уже не гордуни, а какой-нибудь там менее населенный сервер. Ну, не знаю на текущий момент, что там сейчас в БФА происходит касательно населения серверов. Ну, то есть, рассматривается сервер с малой популярностью. Далее. Персонаж испытуемого ограничен двумя часами фарма и прокачки в день. То есть, как уже было сказано ранее, автор выделяет 2-3-4 часа в день на Фаркрафт. Не более того. Ну и, в отличие от прошлой таблицы, которую мы рассматривали, персонаж будет прокачиваться с первого уровня. То есть, с самого-самого нуля там уже будет идти какой-то фарм и абсолютно все в табличке расписано. Пункты разобраны. Смотрим саму табличку. В первой колонке расписаны даты. Во второй колонке расписано количество голды, с которым автор начинал свой день игровой. Далее, в третьем столбике написано количество голды, с которым он заканчивал свой игровой день. Далее, получается, сколько голды было получено за этот игровой день. В третьем столбике что у нас написано? Так, 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 так. Ну то есть, получается, всего сколько получено. Ну да, столбик схож с конечным золотом в день. Голл. Цель. Цель просто нафармить жетон. Жетон 160 тысяч на американских серверах стоит. Это можно глянуть по сайту WoVToken.info. Хотелось бы огромное сказать спасибо Кириллу за поддержку вне стрима. Счастья, здоровья, береги ноги. Всех благ. И его, скажем так, цель. То есть, насколько она была реализована или не реализована в этот какой-либо день. То есть, например, в первый день он от цели отошел на 5000 голды. А, например, 10 августа он всю эту цель свою уже, можно сказать, выполнил и перевыполнил. И выформил на 31 тысячу голды больше, чем планировалось. Прекрасно. Ну а в самом последнем столбике у нас написано, какое время игры в количестве минут было потрачено на игру. То есть, первый день 3 часа, 180 минута 3 часа, 122 часа, 244 часа. И всего было потрачено Total Time 62 часа. Это, в принципе, это немного на самом деле. И что мы имеем в конечном счете? Человек нафармил 803 тысячи голды, хотя планировал нафармить 160. При этом тратил всего 62 часа на игру в месяц. То есть, это в среднем 2 часа, и получается такое вот большое количество голды, с учетом того, что он качал персонажа с первого уровня. Теперь рассмотрим, на чем все это дело качалось, то есть, чем он занимался. Все это расписано здесь. Левел от Ту-28, фармит Тильдрасил. То есть, получается, прокачка до 28-го, фарм Тильдрасила. Далее 47-61, то есть, он прокачивался, прокачивался, прокачивался. Но что нас больше всего интересует? Больше всего нас интересуют большие шаги в плане получения золота. Отслеживаются они на финальных днях и на левелкапе, в тот момент, когда он апнул уже 120-й. На чем все это было сделано? Это, конечно же, руда и трава. Руда также продается, трава также продается. Цена на нее не изменилась. Она также хороша и имеет цену больше, чем на американских серверах. Все это я уже глянул и просто ужаснулся немного с этого. То есть, казалось бы, европейские, ну, наши русские сервера не особо сильны в экономику, но по итогу это все прекрасно. Это крайне удивительно. Так что, такая вот табличка с целью мотивации дана вам. Ориентируйтесь на нее. Я уверен, вы сделаете что-то еще лучше. И все у вас будет прекрасно в плане фарма голды. Так как, говорилось уже ранее о том, что такое ощущение, как будто новый наплыв игроков идет. На классику, ну и, конечно же, на буфа. Так как люди на классике наиграли, им надоело. Ну и они идут в буфа, в актуальный контент, который на текущий момент не ограничен, как и весь MMORPG жанр по своим действиям. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До встречи на Игромире. До скорого.